Здравствуйте! Вы смотрите новости на Биржные Челны. С вами Эльмира Гайнудинова. Начинаем наш выпуск с краткого обзора основных тем. Продукты питания, моты, вездеходы. Все это будет доставлено нашим военнослужащим. Из Челнов отправляют очередную партию гуманитарной помощи. Пожелала водителям счастливого пути Эльмира Гайнудинова. Интерактивные развлечения и автомотовыставка. В Челнах прошел День молодежи. На мероприятии побывала и я на Вальдю. Авто-шоу, выступления артистов и праздничный салют. Как прошел День молодежи в набережных Челнах? Узнаете в материале Виктории Ногиной. Вкладчикам Автоградбанк выплачено более 1 миллиарда 300 тысяч рублей страхового возмещения. Об этом доложил мэр Челнов Нель Магдеев. Это почти 57% всех вкладов. Напомню, Центробанк отозвал лицензию кредитной организации 17 июня. В настоящее время свои средства вернули уже более 2,5 тысяч вкладчиков. Среди них и физические, и юридические лица. Вся работа ведется планомерно. Выплаты происходят через банки партнеров. Оценки выше республиканских. В Челнах 71 выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ. Об этом сегодня во время совещания в мэрии рассказал начальник управления образования Рустем Хузин. Каковы итоги учебного года в материале Лилии Гатиной. В 2023-24 учебном году закончили обучение 6 299 классников и 1889 11 классников. Как отметил Рустем Хузин, экзамены в школах прошли без нарушений. Предварительные результаты ЕГЭ таковы. Аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении 1 и 2 степени вручены 351 выпускнику, выполнившему необходимые условия в экзаменационный период. В прошлом году у нас было 229 медалистов. Средний балл по всем предметам выше показателей республики, кроме информатики и истории. Наибольшее количество высокобальников в гимназиях 26, 76, 57, 77, лицеях 36, 78, 79 и общеобразовательных школах 39, 56, 58. Стопальников подготовили 45 педагогов. Третья часть выпускников получили высокобальные результаты от 80 и выше. Это результат настойчивой работы самих учителей, безусловно преподавателей, безусловно родителей. Весь этот триумвират, ученик, учитель и родитель, дает хороший результат, если вот этот весь триумвират работает слаженно и вместе. Вы еще и заметили, что не только наши гимназии знаменитые, 26, 78, 77, лицеи, но и обычные школы тоже являются лидерами по количеству стопальников. Основной период экзаменов закончен, но впереди еще два дня пересдачи – 4 и 5 июля. Также в 2024 учебном году планируется открытие 102 профильных 10 классов на базе 60 образовательных учреждений города. В этом году 16 учреждений профессионального образования нашего города ведут прием на базе 9 класса. 10 из них имеют бюджетные места для приема – это 2126 мест. Лилия Агатина, Кирилл Хабзин, Новости, Набережные Челны. Начальник управления физической культуры и спорта Роман Насарединов покинул свой пост. Теперь челнинский экс-руководитель возглавил спортивный комплекс «Маяк» в Зеленодольске. Сегодня мэр Автограда представил нового начальника управления спорта. Им стал 38-летний Ринат Ахмедшин, который ранее трудился в должности директора спортивной школы «Виктория». Был дважды абсолютным батыром Челнинского Сабадуя, мастер спорта Российской Федерации, мастер спорта международного класса. Имея профильное образование, имея опыт работы в спортивной школе «Виктория», думаю, что проявит свои лучшие организаторские качества и способности для дальнейшего улучшения всей спортивной работы. Успехов вам пожелаем и всего самого доброго! А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь! Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность»» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 707620. Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Напольные кондиционеры, мото-вездеходы с прицепами и многое другое. Из челнов отправили очередную партию с шефской помощи. Она предназначена нашим военнослужащим, который находится в зоне проведения СВО. В каких целях будет использована спецтехника и кто ее передаст бойцам? Ответы на эти вопросы озвучим в нашем материале. Аравили предстоит выполнить особую миссию – отвезти шефскую помощь нашим военнослужащим. По его словам, волнений перед поездкой нет, хотя и знает, какая это ответственность. Груз гуманитарный везу в первый раз. Почти всю жизнь проработал на дальних рейсах, на междугородних. Так что для меня расстояние – это не проблема. Думаю, что военнослужащиеся обрадуются моему приезду. Общий вес груза шефской помощи составляет более 20 тонн. Так, в состав вошли пять напольных кондиционеров. Планируется, что их будут использовать в военных госпиталях. На этот раз из челнов отправляют еще и 10 единиц мотовездеходов. Планируется, что городоначальник лично передаст их нашим военнослужащим. Это полноприводные мотовездеходы с прицепами. Как сообщил городоначальник, он планирует на этой неделе отбыть к военнослужащим, чтобы передать технику. Эта техника нужна для того, чтобы доставлять боеприпасы туда, в зону боевого соприкосновения, так мы это называем. Но обратно эти мотовездеходы нужны для того, чтобы могли эвакуировать раненых, технику, которая нуждается, оборудование в эвакуации. Закупить их удалось благодаря руководителям челнинских организаций. Это далеко не первая помощь, которую мы оказываем. Было-было и до этого. И квадроциклы отправляли, и антидроны, и сетки, и генераторы. Ну, в общем, то, что людям действительно нужно. Потому что это спасенные жизни. Это небольшое, но облегчение их тяжелого ратного труда. Как добавили предприниматели, народ и армия едины. И тот народ, который не хочет содержать свою армию, будет кормить врага. Поэтому это далеко не последний груз с шефской помощью для защитников Отечества. Эльмир Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости. Набережные челны. Вместо срочной службы в армии они выбрали контракт. В челнах очередная партия выпускников СУЗов и ВУЗов решила пополнить ряды вооруженных сил Российской Федерации. Как некоторые из них признаются, военная служба по контракту – их лучший выбор. Что они еще рассказали, об этом узнаете в нашем материале. Семену 20 лет. В этом году парень завершил обучение в техническом колледже. По специальности он программист, но вместо этого станет военнослужащим. Вместо срочной службы в армии решил подписать контракт. Я с детства увлекался военной тематикой. Всегда любил оружие, когда его собираешь, разбираешь, как оно работает. И всегда решил опробовать это. Поэтому я в каком-то смысле хотел в армию так вот пойти. И посчитал, что контрактная служба – мой лучший выбор будет. О том, что это будет лучшим вариантом, решили и другие выпускники. У каждого из них свой мотив, почему он решил подписать контракт на военную службу. Почему я решил заключить контракт на два года? Потому что я с детства увлекался военной тематикой. Уступал на соревнования по юной армии. Был в составе форпосла Чевнинского. Работал в пожарной части. Я выбрал контрактную службу, во-первых, потому что я считаю, что самую большую пользу я могу принести только, слушая где-нибудь в стратегических местах Российской Федерации, используя свой мозг на все 100%. Новобранцы пополнят ряды 12-го главного управления Министерства обороны России. Они поедут в Мурманск. По словам челнинцев, родные приняли их выбор. Родственники отнеслись к контракту нормально, потому что у меня большинство родственников, ну, все военные. Ну, не было таких, кто не служил, ну, получается, в армии. Меня позвал друг. Сам довольно-таки часто об этом думал. Думал, как пойти на срочную или контрактную службу. Решил не бросать своих друзей, пойти осужить вместе. Родители отнеслись довольно-таки положительно. Сказали, ну, немножко переживали, сказали, может, спокойненько идти. Мы думаем, у тебя все будет хорошо. С наставлениями от мужской части, от отца, от дедушки. Как сообщили в военном комиссариате Центрального и Автозаводского районов, интерес контрактной службы только возрастает. Мы всем выпускникам вузов, СУЗов информировали о том, что они могут заменить свою службу призывами на службу по контракту. У нас вот таких ребят более 35 человек, которые мы сегодня рассматриваем как кандидатами на службу на контракт вместо призыва. Ежедневно военкомат приходит от 4 до 9 человек. Особенно много желающих по понедельникам. В среднем за неделю количество обращений составляет не менее 20. До конца июля тот, кто подпишет контракт в Татарстане, получит единовременную выплату в размере 505 тысяч от республики и 195 от Минобороны России. Но сумма может достигать до миллиона рублей. Эльмир Гайнудинова, Кирилл Хабзея, новости, набережные Челны. С шумом и весельем именно так отметили День молодежи в Челнах. Для жителей и гостей города организовали интерактивные шатры, автовыставку и многое другое. О том, как прошло мероприятие, расскажет Яна Вальдю. На Дне молодежи челнинцев и гостей города ждали развлекательные программы, интерактивные шатры, ярмарка и профориентационные площадки. Показываем, как пневматику используем в обычных ситуациях, например, как открывать и закрывать двери автобусом. Эта машинка у нас есть специальные задания, что она должна умеет делать. Например, плавать, поднимать груз килограмм, переезжать через препятствия. Она это все умеет. Была организована и инклюзивная площадка, где можно было понаблюдать за работой собак-поводарей. Где тросточка? Давай скорее. Народу много. Давай, давай, давай. Давай, маме, давай. Я здесь. О, молодец. Помимо интерактивных развлечений, челнинцев и гостей города ждала мега раскраска, которую они могут раскрасить, как они захотят или что-нибудь написать. Например, название нашего телеканала. Это моя работа, наш проект от студии. Мы полностью его сами придумали, сами реализовали. Это вообще у нас серия раскрасок есть. Планируется выпускать еще их для ребят, для молодежи, чтобы они знали достопримечательностей нашего города. Челнинцы поделились впечатлениями о празднике. Сегодняшний праздник меня очень сильно удивил. Особенно порадовали меня ретро-автомобили и автомобили современности. Такие редкие суперкары. С ребенком я пришла. Он сегодня очень много попробовал различных мастер-классов. Вот сейчас пробует себя в роли курьера. Посидел на различных мопедах. Я не знаю, ребенок в восторге. Я тоже, соответственно, довольна. А впереди челнинцев и гостей города ожидало выступление артистов. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости. Набережные Челны. Насладились музыкой и посмотрели яркие номера. Вечерняя программа «Дня молодежи» собрала более 90 тысяч зрителей. Челнинцы и гости города смогли посмотреть выступления творческих коллективов, увидеть показательное автошоу и спеть любимые хиты вместе со звездами российской эстрады. Если ты есть, будь первым. Если ты есть, будь лучшим. В торжественной обстановке на сцене Майдана собралась молодежь города. Школьники, студенты, спортсмены, молодожены и многодетные семьи. Не остался в стороне и мэр города. День молодежи и город Набережные Челны – это синонимы. Город Набережные Челны в далекие 70-е годы был построен молодыми людьми. Смелость города берет, смелость строит города. Так было, так есть, так будет в городе Набережные Челны. Подарком для челнинцев и гостей города стало выступление приглашенного коллектива – «Голибри» и «Мавик». Челнинцы поделились эмоциями от вечерней программы мероприятий и выступления любимых артистов. Все здорово, все очень классно, организовано. Спасибо организаторам, спасибо нашему великолепному городу. Мы очень рады быть такой молодежью нашего красивого и современного города. Желаем процветания и всего самого наилучшего. Все понравилось очень. И концерт очень понравился. Понравилось яркое выступление нашей молодежи. Было все очень красиво, весело, задорно. День молодежи завершился праздничным салютом. Виктория Нагина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережные Челны. Ярмарка белорусской обуви и турецкого текстиля снова в Набережных Челнах. Несколько сотен пар для мужчин и женщин на все сезоны, а также подушки, одеяло и постельное белье можно приобрести по адресу. Улица Мусы Джалили, 55Б, торговый центр, центральный ряд, бывшее здание, детский мир. Теперь за турецким текстилем не нужно лететь за границу, ведь комплекты постельного белья, произведенных в Солнечной Турции, в городе Белек, можно найти и в Набережных Челнах. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотна с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на квадратный метр, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко подается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. На выставке представлено многообразие турецкого текстиля. Одеалы и подушки, комплекты постельного белья, пледы и многое другое. Челнинцы уже успели оценить их качество и комфорт. Вчера по совету продавца приобрел себе подушку. Сказали, что она снимает стресс и дает возможность хорошо выспиться. Думал, что шутит. Но действительно проснулся, полный энергии и сил. Решил приобрести себе еще четыре подушки. Себе, маме подушки очень отличные, всем советую. Также жители Челнов могут порадовать себя и качественной, удобной и практичной обувью из Белоруссии. Большой выбор мужской и женской коллекции никого не оставит равнодушным. Вообще белорусская обувь нравится многим. Мы почему-то пришли, вот искали, где еще есть белорусская обувь. Почему-то, может быть, люди не знают еще, не нашли. Вот пока единственный магазин, мы вернулись опять сюда и все-таки купили здесь. Приобрести белорусскую обувь и текстиль можно по адресу улицы Мусиджалили, 55Б, торговый центр, центральный ряд бывших зданий Детский мир. Зрелищные гонки. В Осьмушкино-Тукаевского района на стадионе Найком-Арена прошел старт чемпионата и первенство России по мотокроссу. Предварительную заявку подали 650 спортсменов из разных городов страны. Среди которых был и Евгений Бобрышев, бронзовый призер чемпионата мира. По словам организаторов, такого рекордного количества участников не было за всю историю проведения соревнований. Лучшие спортсмены мирового класса собрались на стадионе технических видов спорта Найком-Арена, чтобы принять участие в масштабном чемпионате и первенстве России по мотокроссу. Попасть на эти соревнования было непросто, говорят участники. Для этого им пришлось долго и упорно готовиться, но оно того стоило. Подготовку я начал с зимы, на квалификации отобрался пятым, но рассчитываю сегодня попасть в пятерку. В целом трасса очень интересная, очень яркая, поэтому я считаю, что и гонка будет такая же. Территорию для чемпионата такого уровня выбирали долго. Поделился президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус. Открытие сезона – это большая честь, и в этом году она выполнил нам. Для города Набережные Чумы, для Татарстана большая честь принимать такие высокие соревнования. Надеемся, что победит сильнейший. Хочу, чтобы это все процветало. Вот мотогон, мотогон убрат. У меня это было всегда, все для вас. А для зрителей покажите, какие вы красавцы. Я могу сказать, что этапы чемпионата мира не всегда собирают такое количество спортсменов. Поэтому спорт наш развивается в России, мы растем, и это очень здорово. Второй этап соревнований будет проходить в Каменск-Уральске и двигаться на север. А завершатся соревнования в Санкт-Петербурге. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. С вами была Эльмира Гаинудинова. Увидимся снова на нашем телеканале.